С-7 Space подала в суд на бывшего владельца морского старта РКК «Энергия». С-7 Space подала в суд на бывшего владельца морского старта РКК «Энергия» час 2 Москва, 28 февраля РИА Новости. Космическая компания С-7 Space входит в группу С-7 и владеет плавучим космодромом «Морской старт». Подала в арбитражный суд на предприятие Роскосмоса ракетно-космическую корпорацию «Энергия» бывшего владельца морского старта, говорится в материалах, размещенных на сайте арбитражного суда Московской области. Согласно документу, С-7 Space пытается взыскать с РКК «Энергия» 11 321 600 рублей 55 копеек. Исковое заявление от компании С-7 «Космические транспортные системы» С-7 Space поступило в суд 21 февраля, а 26 февраля оно было принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 9 апреля. В документе не указывается, по какой причине С-7 Space обратилась в суд. Проект «Морской старт» создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Учредителями компании выступили американская корпорация «Боинг» 40% акций, российская РКК «Энергия» 25%, норвежское судостроительное предприятие «Квана» ныне 20%, украинский КБ «Южное ИПО «Ужмаш» 15%. 19 февраля 8.58 источник сообщил о переходе коллектива разработчиков Федерации в С-7 Space. Компания «Боинг» осуществляла маркетинговые услуги. Норвежское предприятие «Квана» предоставило бывшую буровую платформу. Ее переоборудованием в стартовый стол занималась российская КБ транспортного машиностроения. РКК «Энергия» производила разгонные блоки ДМ для ракет «Зенит», которые, в свою очередь, изготавливались украинским предприятием «Южмаш». Командное судно и сам плавучий космодром «Одисси» базируются в порту города Лонг-Бич в Калифорнии. За время деятельности проекта с 1999 года по 2014 год было проведено 36 пусков, из которых три закончились авариями, один был признан частично удачным. В 2009 году компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве и провела реорганизацию. В 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия», нарастив долю акций до 95%, а 3% акций стали принадлежать компании «Боинг» и 2%. В 2013 году «Боинг» подала в суд на РКК «Энергию» и КБ «Южной» с целью возмещения затрат перед инвесторами. С 2014 года ракетные пуски по проекту были приостановлены. 1 февраля, час 6. Источник, в России создают новую ракету с поставляемым США двигателем. В мае 2016 года суд в Калифорнии принял решение об удовлетворении иска компании «Боинг» РКК «Энергия» в сумме около 330 миллионов долларов плюс проценты и судебные издержки. Однако в декабре 2016 года стороны заключили мировое соглашение и в феврале 2017 года обратились в суд с заявлением о прекращении процесса. Мировое соглашение предусматривает передачу корпорации «Боинг» пяти кресел в российских кораблях «Союз». Производит РКК «Энергия» для полетов американских астронавтов на МКС, сотрудничество в создании окололунной станции, а также погашение частью долговыручкой от продажи комплекса «Морской старт». В 2016 году «С-7 Групп» объявила о подписании контракта с группой компаний «Си-Лаунч», дочернее предприятие РКК «Энергия», предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта «Морской старт». Предметом сделки являлись корабль «Си-Лаунч Коммандер», платформа «Одисси», с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич, США, и интеллектуальные права, принадлежащие компании «Си-Лаунч», включая товарный знак. 25 декабря 2018 года, 8.35 «С-7 Спейс» анонсировала полеты на Марс и создание орбитального космодрома. Плавучий космодром «Морской старт» законсервирован. Последний пуск с него был произведен в 2014 году, так как из-за ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства НПО «Энергомаш». Они использовались в единственной ракете, адаптированной подпуске из плавучего космодрома, носителе семейства «Зенит», изготавливаемой на украинском предприятии «Южмаш». В апреле 2018 года группа компаний «С-7» закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта «Морской старт», став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод плавучего космодрома из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok